Продолжение темы возможных новичков, кто придет и уйдет, будет ли ЦСКА претендовать на Александра Радулова, который очень хорошо играл за ЦСКА, был лицом клуба, у него кончается контракт с Далосом, и это был бы игрок не только для ЦСКА, но и для всей линии лицом. Интересно ли вам? Мы не ведем переговоров ни с Радулова, ни с Агентом. Человек, который при отвезти к границу, предан к ЦСКА, не может быть. Он принял дальнейшую часть. Поэтому Александр выезжал из ЦСКА с договоренностью, что он подпишет контракт с ЦСКА, потом он его изменил. Поэтому мы стараемся к этому персонажу не возвращаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Рады видеть вас снова. Спасибо. Уже в качестве обладателя Кубка Гагарина, что особенно приятно. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно. Это было невероятное приключение. Ваш поход за пупком, но это чисто певиумская история. Синематограф, как он есть. К вам уже обращались кинокомпании за правами на экранизацию этой фантастической истории? Ну, про Голливуд, ну, уже много говорили, но в российской киноке даже очень и давно нравится. Понятно. Насчет прав, я с ним не обращался. Можете сейчас, по прошествии времени, так скажем, на выдохе и в своем неподражаемом стиле рассказать нам о своих мыслях, переживаниях и эмоциях по ходу этого удивительного сезона? Я думаю, все мысли и эмоции вы видели на этих пресс-конференциях. Я думаю, вы видели, что я за душой откровенно говорю, даже на самом деле. Тяжелые вопросы, можно так их назвать. Вы знаете, прошло всего лишь, наверное, 10-11 дней с того момента, как мы подняли клубок над головой, поэтому все равно мне придется взять определенную паузу в плане всех эмоций. И все-таки в ближайшее время обязательно пронодировать все серии плей-рофов. Ну и, конечно же, регулярный чемпионат. Почему? Потому что пока все свежо. Не все отгорело, и это хорошо. Эти эмоции направлены именно на этот разбор игры, на разборщика. Ну а так, в общем-то, пытаясь восстановить энергию, силы. И какой-то, верим, может, пока что не совсем взрослый на УСК, имственные способности тоже. Вопрос у меня к Игорю Вячеславовичу. Сейчас я как раз ждал вас, пришел пуш на телефон. Такой пуш. Написали, Сергей Андронов уходит из ССК. Капитан у вас остается? По капитану, в ближайшую неделю мы с Сергеем встретимся. У нас есть договоренность с агентом. Мы хотели посмотреть друг другу в глаза, подумать о дальнейшем. Предложение клуба ССК будет для Сергея обязательным. Вопрос нахождения его в команде остается к свободному агенту. Сима. Павел, пожалуйста. Газета Трубский, Юргий Настенка. Сергей Викторович, у вас с раннего детства был перед глазами пример отца, который хороший был, разносторонним тренером. И потом по ходу игровой карьеры с вами работали на лучшие мэтры своего цеха. Вот на протяжении вашей длительной хоккейной карьеры, игровой, как часто вы на себя, так сказать, примеривали тренерскую будущую профессию? Насколько она вам подходила, насколько вы подходили? И вот уже в течение минувшего сезона, что в этом плане, тем не менее, для вас неожиданного оказалось в этом деле? Ну, с вашего разрешения, начну от концовки вопрос. Было бы, конечно, странно применять что-то на себя, будучи игроком. Честно, не было таких мыслей. Даже, в принципе, когда работал главным менеджером здесь, в клубе ЦСКА. Насчет отца, я думаю, он был очень доволен, что так случилось. А в войне доволен, что мы смогли в такой короткий срок направить команду и завоевать клубу Гагарина. Насчет метров, действительно, в моей судьбе, в моей жизни не повезло работать с лучшими и с лучшими. Спасибо. Спасибо. Павел, да, пожалуйста. Да, в продолжение темы возможных новичков, кто придет, кто уйдет. Будет ли ЦСКА претендовать на Александра Радулова, который очень хорошо играл в ЦСКА, был лицом клуба. У него кончается контракт с Даусом, и это был бы игрок не только для ЦСКА, а для всей линии лицом. Интересно ли вам? Мы не видим, кто играл в ЦСКА, ни с Радуловым, ни с Агиньевым. Человек, который при отвезти за границу предал в ЦСКА, не может быть. Он принял дальнейшую часть. Поэтому Александр выезжал из ЦСКА с договоренностью, что он подпишет контракт с ЦСКА, потом он его изменил. Поэтому мы не стараемся к этому персонажу не возвращаться. Спасибо большое. Да, празднуйтесь. Да, Игорь Вячеславович, у меня к вам вопрос. Расскажите, в ЦСКА запланировано чемпионское празднование. Есть ли в планах удивить общественность широтой размаха и какие-то сюрпризы готовить для болельщиков? Вы знаете, мы сейчас проговариваем вопрос закрытия сезона. Обязательно попрощаться и поблагодарить наших болельщиков. Но мы сейчас можем сказать, что никакой яркости и каких-то эксклюзивных вещей не будет. Наверное, вы сами как раз понимаете, что не то время для сегодня. Но мы сейчас этим глубоко заброшены. Как это сделать и где это сделать? В ближайшее время обязательно опубликуем эти все моменты. Где и как? Спасибо. Игорь Вячеславович, тоже продолжу вопросы, но уже о клубной структуре из ЦСКА. Все понятно, великолепное выступление Кубок Гагарина, но в системе клуба еще есть и «Звезда», и «Красная армия». По «Звезде» что скажете? Почему такой сезон неудачный? Будете ли делать какие-то выводы, менять тренерский штаб? Потом по «Красной армии» поговорим. Да, немножко углублюсь. У нас пятый год подряд детская спортивная школа выигрывает городское соревнование Москвы. Пятый год подряд. У нас такое достижение исходить. У нас в 2010, 2011, 2012 год выиграли Кубки Москвы. В 2013 году выиграл Кубок Федерации Москвы. Такое вообще у нас впервые. Ну и в связи с этим вертикали, которая потом упирается в «Красную армию». «Красная армия» у нас выиграла регулярный чемпионат. Вы знаете, поставили рекорд. Насколько я помню, у нас 23 победы. С чем поздравляем наш тренерский корпус, молодежную команду. В том числе в финале мы поборолись за это место. К сожалению, немножечко не сложилось. Мы понимаем, почему. У нас два ведущих хоккеиста, такие как Грудинин и Вингачев, не смогли помочь. На этапе, как в серии, прохождение второго и третьего круга, у нас там были равные счеты. И эти ребята помогали нам. Это, по-моему, Ярославль и Омск. Но в этот раз и не вышло. Но ничего страшного. И «Звезда». «Звезда» на своем этапе свою функцию выполнила. Значит, результатом мы недовольны. Сделаны определенные ойводы. У нас будет в «Звезде» три новых тренера. Значит, это Бургин, это Добришкин. Будут помогать Егору Михайлову. И мы рассматриваем сейчас кандидатуру вратаря, тренера вратаря. Будем делать выводы. Ищем моменты, где у нас что-то как-то не получилось. Мы понимаем, в чем дело. Несем определенные изменения в этом направлении. Надеюсь, что на следующий год «Звезда» выступит успешно. Спасибо за развернутый ответ. И хотелось по составу на следующий год. Все мы помним историю со шведами, которых фамилии даже не хочу называть, которые уехали во время плей-офф. Как считаете, стоит ставку делать только на российских игроков или все-таки каких-то легионеров надо привлекать, чтобы команда смотрелась более убедительно? Знаете, очевидный ответ один. КХЛ – это континентальная хоккейная лига. Мы не должны закрывать себя для всего мира. Но страна открытая. Мы честно делаем свое дело. И с точки зрения спорта, и с точки зрения политики. Хочется сюда свой слава сказать. Сила в правде. Мы никого не обманываем. Поэтому есть ли иностранец, который приезжает к нам с открытой душой и который дает результат, и он на моменте лучше и перспективнее нашего игрока на каком-то моменте, на каком-то этапе. Почему нет? У нас уехали два шведа, которые, так скажем, решили это сделать. Но у нас остались и Гилмор, и Дитс, и Класс, и Далбек. Поверьте, на них было особенное давление специальных служб, которые делали все, чтобы они уехали. Но ребята остались. И опять же, еще раз возвращаюсь, да. В силу правды. Поэтому почему нет лига иностранная, континентальная? Да пожалуйста, кто сильнее, тот и будет играть. Но приоритет, конечно же, нашим воспитанникам и российским ребятам. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Сергей Викторович, у меня к вам вопрос. Вот скажите, на ваш взгляд, какую долю составило везение то, что вы все-таки пришли в кубку и взяли? Или это история про плоды мастерства и упорного труда? Я пару раз вот упоминал то, что все-таки становление команды проходило во время такого горячего предупрения, как плейер. В каждом раунде мы для себя наносили что-то такое, что нам дало возможность играть следующим. И следующим, и следующим, и так до финала. Заветомо без характера, без мастерства, это было сложно сделать. Поэтому все вот эти ингредиенты, которые вы назвали, которые парочку я добавил, не место быть. Победа на цельска в кубке Гагарина. А был какой-то момент, когда вы уже интуитивно почувствовали или вы поняли, что победа, вот, а нам уже близко? Может быть, это было, когда вы сравняли счет до 3-3, или 3-2, когда было... Нет, таких, наверное, чувства не было, даже если оно появлялось. В принципе, тот объем работы, интенсивности, все-таки я вводил в сторону именно фокуса и тут готовки к игре. Поэтому, наверное, даже после финального свиста было такое отключение от Вселенной и немножко со скоростью в 300 градусов часто и вдруг раз и на нуле. Это уже такая была тема. В общем-то, все способности, которые имеют наши кисты, помогло нам в упорнейшей борьбе, уможая всех наших соперников в Клофе, достичь такого результата. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Викторович, вопрос вам. Как сейчас состоит здоровье Александра Александровича Попова? На данный момент мы понимали, что оно точно лучше. В плане унина травы деталей не скажу, но я знаю, что наши ребята об этом позаботились. Сегодня Попова еще объявил номинат на премию за верность хоккей, там Данис Зарипов и Александр Зарипов. Попова нет, это серьезно. С уважением, надо жить ко всем номинатам. Лига решит, кто лучше. Спасибо. Да, вопрос. Игорь Вячеславович, много разговоров ведется о поляризации хоккея в стране. И вот такой вопрос, а подскажите, существует ли вариант, перед которым команда СПССК «Звезда» сменит прописку на ближайший тот московый набор человек в неделю. Вы знаете, мы так не заглядывали глубоко на ситуацию, связанную с такими вещами. Но пока у нас работает стадион, который здесь встречает и продолжает каждый день устраивать, не планирует переездование. И можно еще один вопрос вам задам? У меня, как и многих, терзает вопрос, как построена система подписания игроков в центральной спортивной форте Акми? Это в компетенции эскалаутской службы? Или мнение главного тренера учитывается тоже? И за кем остается финальное слово перед подписанием непосредственно контакта с компетенцией? Хороший вопрос. Глубоко профессиональный, для него будет очень тяжело ответить по-другому. Знаете, как это, у Победы много отцов. Так и здесь. Вы знаете, если говорить о развитии хоккея и профессионального хоккея, наверное, всегда трудно сказать, когда выигрывает клуб, кто выигрывает тренер, или тот, кто подписывает контракты, или ребята в раздевалке. Это тот общий монолит совместных действий всех по факту. Я считаю, что, конечно, право подписывать контракты у меня, но если нет тандема между президентом клуба и главным тренером, я очень сомневаюсь, что кто-то может выиграть. Поэтому ситуация, связанная с прошлым сезоном, когда Сергей Викторовича назначили, назначил его наблюдательный совет, и в сегодняшнем времени мы понимаем, что решение, которое принял Игорь Иванович Сечин, он назначил Сергея на наблюдательном совете, на котором присутствовали такие люди, как Третья, Буре, Михайлов, я в том числе. И, конечно, важно, кто подписывает контракт, но без системного подхода, без проработки вопроса до глубины души, чтобы не погружаться, все складывается так, чтобы все работали как единый механизм. А что касается Сергея Викторовича, мы сегодня понимаем, что его назначили, грубо говоря, 13 июля прошлого года формально, сезон начался 15 июля, но Сергей, он буквально знал на 100% кто будет в команде. И на 100% он вам сейчас может сказать, что все хоккеисты, которые были в команде на тот момент, они согласовывались не только с Никитином, но и с наблюдательным советом. И дальше было дело техники. Мы вместе с Сергеем подработали формат селекционной работы до 21 декабря, опять же, это стратегия, пришел Диц, пришел Абрамов, ушел Светберг, ушел Болжиевский, и приехал Провальев, и здесь все вот это как бы совместно с ним, Сергеем, и совместно даже еще, спускай, с ним на церковь, конечно же, было согласованно. Нет спонтанных решений, касающихся, кто-то захотел, я или Сергей, это все обрабатывается, решается на хорошем профессиональном уровне. Спасибо большое. Еще один вопрос, с вашего позволения, задам. С приходом Широченкова можно сказать, что вратарская линия полностью сформирована, и мы увидим тандем Рейду-Борна в будущем сезоне, или же клуб прорабатывает вариант с ее дополнительным усилием? Клуб всегда прорабатывает вопрос с дополнительным усилением, всегда могут быть определенного рода моменты, где нужно будет оптимально быстро сработать, для этого нужны определенные деньги, которые в потолке заработной платы будут сочетаться, для этого всегда есть какие-то моменты и трюки. Но на сегодняшний момент, я пока еще раз хочу сказать, вот сегодня мы на телевидении, хочу сказать, что пока я не вижу зарегистрированного контракта Вани Федотова, я могу с уверенностью сказать, что если он уезжает, то на сегодняшний момент тандем Рейду-Борна и Широченков является трюки. Он сфотографировался даже, как подписан. Посмотрим, когда зарегистрирован этот контракт, уже будем все это принимать. Вопрос на такой к вам. ЦСКА очень популярен, много болельщиков, у меня сын болеет с ЦСКА, и он спрашивает, кстати, когда будут чемпионские кепки, футболки, реально ли это делать 1 мая уже как в НХЛ. Кто выиграл там, то сразу везде в интернете, может, это предзаказ, потому что вопрос на самом деле для болельщиков важен, все хотят, вот как автографированные будут чемпионские кепки. А в Крузике, первая партия, 50 штук, у меня сегодня привезли в кабинет. В ближайшие день и два, и все будет в порядке. Спасибо. Кепок, да? Кепок, и я знаю, что прорабатываю цифру, футболки в том числе, и Пола тоже. Спасибо, Александр Кудзимов. У нас два вопроса. Во-первых, продолжая отрастную тему, я так понимаю, что непонятная ситуация с тем же Александром Баковым, я так понимаю, что контракт закончился у Владислава Каменева, у Сергея Плотникова. Не просветите, пожалуйста, и уцените переговоры, кто останется. И второй вопрос, насколько для вас интересен для вас, Сергей Ильич и для вас, Игорь Вячеславович, предстоящий чемпионат мира в плане того, чтобы посмотреть, может быть, кто-то из игроков там блеснет, который был бы интересен, но в особенности, может быть, из американцев и канадцев. Давайте, наверное, по контрактам. У нас есть определенные вещи, связанные с ограниченно свободными агентами, к которым были сделаны предложения. Это у нас Каменев, Цветлаков, и есть свободные агенты. Это Плотников, Андронов, Днестеров, Попов. Саша Попова предложение сделано. Мы ждем его ответа. Так скажу, в формате точной подачи в прессу, что мы согласовали условия с Плотниковым и с Дитцем. Также у нас есть договоренности с одним из шведских защитников, который к нам приедет на следующий сезон. Фамилия говорит преждевременно. Сейчас он находится в НХЛ. Также можем сказать, что мы отпустили класса Далбека. Мы отпустим Гилмора. И в нашем приоритете в ближайшее время поговорить с Сережей Андроновым. И в приоритете, безусловно, номером один оставить в команде Никиту Нестерова. Поэтому изменения в хоккейном группе ЦСКА на следующий год будут минимальные. Спасибо. А второй вопрос? Будете следить за чемпионат мира? Я думаю, в этом случае банально ответ – да, будем. Но мы сейчас сконцентрированы больше на сохранении своего состава. Мы сконцентрированы на том, где мы будем проходить через сезонную подготовку. И третий момент – мы сконцентрированы после 20-х часов мая, связаться с ребятами, как они отдохнули первые пару недель. И в принципе уже начать подготовку к следующему сезону. Вторые и новые сезоны. Да, пожалуйста, спасибо. Вопрос, Сергей Викторович, тоже по поводу Широченкова. Вы сказали, что вас оставляете. Насколько важно было предпринять решение, не то, что он уже в ЦСКА играл, то есть вы его знаете. И не исключает не то, что за свою карьеру, даже когда он сюда провел ЦСКА, он так инострал назначенный первым. Сейчас, видимо, на него это обязанность. Ну, я думаю, что касается Саши лично участвовал в его прогрессе, когда он был сценарий. Потому что так случилось, что Сергей Мачанова попросил выходить и помогать ему. после того, как он провел сезон «Буфей» и вернулся к нам, это говорит о том, что, в принципе, он понимает систему нашего тренера по батареям. Раз, он чувствует доверие к нему. Два, и три, он хотел бы вернуться в тот клуб, который, в принципе, я дал ему шанс быть первым. Игорь Вячеславович, снова вопрос к вам. Уже традиционный каждый год. По-новому дворцам все-таки стоит его строить или здесь уже намоленное место просто уже здесь закрепиться и дальше побеждать, скажем так? Намоленное место у нас одно – это на Ленинградке. Намоленное настолько, что, если посчитать там все медали, которые были выдраны в советское время, на самом деле очень приятно, что мы мы с Сергеем вместе пришли в клуб в 2012 году. Будет уже 10 лет. В мае? Да, в мае. Вот сейчас, по-моему, даже 12 мая. Поздравляем. Да, спасибо большое. Благодарю. Задача, задача руководителя, который нас, так скажем, пригласили работать, мы пытаемся и стараемся выполнять честно. И нам пока на сегодняшнем моменте удается, если бы ничего не обстоятельства прошлого времени, вы знаете, была пандемия. Я считаю, что тот золотой состав, который мог тогда выиграть, но мы говорим только мог, потому что мы понимаем, что этого не случилось. Но чемпионами-то стали все равно. Да, чемпионами стали и кубок мы выиграли тоже на этом стадионе, и второй тоже на этом стадионе. Но могу вас заверить, что дворец спорта новый будет строиться на ближнем месте на Ленинградке. И там запланирована и детская академия, и отличный стадион с хорошей базой. Но он очень красивый. Уверяю вас, что компания «Роснефть» в этом плане озабочена. и постарается сделать, наверное, чтобы это было прям настоящим изумрудом, чтобы было прям изюминкой. Я считаю, что новое место на Ленинградке, и я был бы счастлив вернуться в родное место. Спасибо. Спасибо. По ходу плей-офф целая группа игроков ЦСКА сильно прибавляла от матча к матчу. Ну, конечно, больше всех Александр Попов удивил в таком возрасте и так здорово играть. Но, с другой стороны, если там вспомнить события 10-12 лет недавности, то и вы в таком же возрасте исправно забивали. Вот вы чем объясните такое его великолепное долгожительство? Или он от природы такой, генетика такая великолепная? Или у него такой стиль игры, что именно с мудростью он прибавляет? Вот чем вы объясните такое его? А, и, кстати, вы свой личный опыт использовали, что вот когда вы уже были великовозрастным, ну, великолепным бомбардиром в таком же возрасте, какой-то личный опыт ему свой передавали, капот, может, даже в мелочах где-то, как ему себя вести, как поступать в игре, в подготовке и так далее. Спасибо. Ну, начну с концовки вопроса. В плане деталей Сан Саныча это как бы помогло бы, но мы, включаясь немножко другом капусе, я просто спрашивал, как он себя чувствует, и готов или не готов играть. Его долголетие в этом сезоне снял с тем, что у нас была олимпийская пауза, и Сан Саныч отработал на все 200 процентов, когда сборная России билась в Китае за звание чемпиона, отставил звание чемпиона. Поэтому это раз-два. Вы знаете, что Саша Павлов играл на самых высоких уровнях. Можно вспомнить, был победа в чемпионате мира, когда он играл Джейн Малкин, где сборная выиграла 10 матчей из 10. Поэтому Саша прошел все уровни. Бог, кто у него ходит от Балгарии. Я бесконечно рад за него, что так случилось, так получилось. Но для меня это не сюрприз. Моя задача была правильно распределить его силы. И в данном моменте можно с уверенностью сказать, что олимпийская пауза промолла ему, подготовиться вплоть в африкаке как никогда. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Сергей Викторович, понимаю, что работа с главной командой занимает практически все ваше свободное время. Тем не менее, не могу не спросить. Следили за успехами Красной Армии? И кого из молодых хоккеистов можете выделить? И кого видите в главной команде уже прямо в самые-самые ближайшие времена? Да, удавалось видеть, потому что некоторые игроки выступали за Красной Армии. Особенно в профи. Ну, а их достижениях 20 игр без поражений, конечно же, мы тоже слышали. Один клуб, один дворец, общаемся. И смотрим друг за другом по мере возможностей. Насчет хоккеистов. Те, которые вы видели и выступали во втором сегменте, то есть клуб Дагаев, самый главный кандидат на следующий год. Это с самого начала нашей подготовки. И, конечно же, мы знаем еще несколько ребят, которые хорошо провели этот сезон, и которые тоже регулярно проявлялись в нашем составе. Мы на них надеемся тоже. Но я хотел бы, я еще не знаю всех деталей, хотел бы привлечь как можно больше команды хоккеистов из высших хоккей на линии. Почему? Потому что продлина серьезная работа. И мы с первых недель в Минске, в Минске уехали 1 августа, и мы взяли 10 человек из высших хоккей на линии. Это 4 защитника и 6 нападающих. И ребята доказали, что все требования, которые мы предъявляли, даже в самом начале нашего сотрудничества, на них ложатся очень-очень хорошо. Они выполняют, и видно, что у них это получается. Поэтому определенный толчок «да». Поэтому убежденных доказательств убежденных у нас заслужено без каких-либо других моментов. Два вопроса у меня. Два вопроса от Юрия Вячеславович. Если не ошибаюсь, ЦСКА включил права на Дениса Гурьянова. У него заканчивается контракт в Далласе. Немножко он там как-то в тень ушел. Будет ли ЦСКА на него претендовать? Потому что на вашем клубе не то, что реанимирует карьеру, но, видно, можно перезагрузить. Было много таких примеров. Ну, конечно, мы будем разговаривать с Денисом. Но сейчас не трогаемся, не свергаемся в связи с тем, что он не играет в ЛФ. Мы стараемся не шаг хоккеисту. Это раз. Во-вторых, вы лучше понимаете, что он должен оговориться. И там в Северной Америке по своей ситуации. Скажите, какая история тут? Не дымпинговать ситуацию, которая может навредить хоккеисту. А так, конечно, и не только Гурьянов. У Мамина контракт закончился. У Романова контракт закончился. Конечно, мы за всем следим. У нас сегодня просветовал, а контракт закончился. Это вам для вопросов. Мы не только за ним следим. Конечно, для вопросов. Но, еще раз говорю, мы не дымпингуем ситуацию, потому что она сложная для ребят, которые находятся в Северной Америке. И второй вопрос. Я параллельно смотрю Телеграм, что люди пишут. Ваши слова про раздуло взорвание. Уже 20 сообщений, как минимум. Народ обсуждает, бурлит. Это мастер слова. Комплимент сделали на пресс-конференцию. Вы можете эту тему раскрыть поподробнее? Потому что народ пишет, обещает мне, значит, жениться. Хотят подробностей, чтобы не было каких-то домыслов. Потому что, я так понимаю, речь идет о 16-м году, когда играл ЦСКА в финале с Магниткой, и потом он уехал вместо того, чтобы остаться ЦСКА в Монряде. Вот этот момент, да? То есть это можно? Знаете, как это будет? Как на суде. При разводе. Одна сторона бьется, другая сторона сражается. Но правда где-то посередине. Понимаете? Конечно бы хотелось бы на этой пресс-конференции, чтобы присутствовал сам Александр и сам это рассказал. Мне очень бы хотелось бы без Радула вот этого все говорить. Но я скажу простым языком, как было на самом деле. Я очень надеюсь, что с вами хватит мудрости и мыслей это подтвердить. Была определенная ситуация. Ему был предложен многолетний контракт ЦСКА, который он согласовал, где он согласился подписать контракт. И Александр остается на много лет в хоккейном клубе ЦСКА. Но на протяжении двух-трех месяцев, пока шел чемпионат и плей-офф, он нашел выход из этой ситуации и не подписал контракт. И когда он закончился, он просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Я думаю, что Саша сам это подтвердит. Это не секрет. Но раз он так поступил, мы, наверное, приняли решение к нему больше не возвращаться. Это его выбор. Он имеет место быть. Он живет в Америке. Наверное, ему это нравится. И так далее. Игорь Вячеславович, вот вы сейчас рассказывали историю про Радулова. Да. И знаете, вот прям все то же самое, мне кажется, можно сказать про Никиту Нестерову. Замечательно. Готов ответить. Про Никиту Нестерову была похожая ситуация, но только она через год вернулась в обратное русло. Никита. А не возможно ли то же самое сделать сразу? Нет. Невозможно. Почему? Потому что мы... И даже когда Никита уезжал, мы предполагали, что он все равно через год вернется. У него были сложнейшие ситуации. Семейные. Это такая интимная вещь. В итоге он развелся. И есть определенные сложности. И были у него определенные сложности. Поэтому, когда прошел год, и человек осознал и сказал, что бывают в жизни ошибки, простите. Но каждый человек имеет право на ошибку. Кроме Радуга. Да, кстати, нет. Послушайте, Радуга не позвонил, не приехал через два, не через три, не попросился. Поэтому, я считаю, что это обсуждение оно не должно переходить к какие-то грани. Вот. А по Анистерову, не так-то просто было ему вернуться в ЦСКА. Этот вопрос очень долго обсуждался. И могу вам точно сказать, что решающее мнение по Нейстеру было за Сергеем Федоровым. Спасибо большое за развод. Спасибо. Игорь Вячеславович, скажите, пожалуйста, насколько, как на селекцию команда может повлиять нынешние разговоры, которые сейчас идут по лимиту на легионеров? Либо три игрока, либо пять игроков. И, может быть, вы знаете, как член Совета директоров, учитывая, что Морозов после финала говорил, что Лига придерживается интеллигенера? Ну, я могу сказать то, что я знаю, то же самое, что и вы, по поводу три или пять. Будет обсуждаться, я думаю, что 19-го числа на Совете директоров. Я думаю, что там будет, наверное, принято окончательное решение. А если это касается ЦСКА в рамках изменения позиций по селекции, мы спокойно реагируем. Это лига континентальная, иностранная. Что три, что пять. Мы готовы жить в рыночных условиях с подачей того регламента, который дает КХЛ. Ну, а для нас всегда был приоритет хоккеист, который на моменте прихода в клуб должен быть лучше. Если ты иностранец, ты должен быть лучше практически во всем. Конечно, тяжело подобрать игрока, которые технически во всем лучше. И в катании, в подборе, в обороне. И играет в большинстве, в меньшинстве, в разных составах. И держит ситуацию, связанную с игровым временем, 22-23-25 минут. Где их взять? Поэтому все из спортивного рынка, так скажем. А будет ли это три или пять, для нас не играет никакой роли? Спасибо большое. Есть вопросы в зуме? Давайте послушаем. Александр, спасибо. Игорь Вячеславович, Сергей Викторович. Поздравляю. С успешным сезоном. Дмитрий Леонид Рейтинг. Сергей Викторович, первый вопрос вам. Ждать ли нам в следующем сезоне русского центра в топ-6. Такого же гениального, как и вы были, будучи игроком. Дима, здравия желаю. Спасибо за поздравление. Не совсем понял ваш вопрос, откуда его ждать, кого вы ждаете, кто он есть. Но, может, Игорь Вячеславович поможет мне в этом на вопросе. Я вам это повторю? Да, да. Дмитрий, да, вопрос повторять не нужно. Я вам так скажу. Мы очень надеемся, мы ждем. Мы сделали предложение Афанасию. Он, кстати, и стилем, и катанием очень напоминает Сергея Федорова. Очень напоминает. Мы очень хотели бы, чтобы он к нам вернулся на следующий год. Мы ждем, как они закончились за плей-офф. Недавно разговаривали по телефону. Недавно мы не услышали. Но мы работаем в этом направлении. Если ваш вопрос был в этом стиле, то приблизительно это так. Мы на него ответим. Да, спасибо, Игорь Вячеславович. И вам касаемо ЛДС уже до этого говорили. Стройки, я так понял, 24-25 сезон. Как идет стройка, и сроки корректная? Давайте, наверное, корректно внесу поправку в эту ситуацию. Мы предполагаем, что дворец может быть, паскомплекс может быть, нельзя говорить, что дворец, комплекс может быть построен за три года. Могу сказать с уверенностью, что сегодня, принципиально, по телевидению проезжал в Ленинградке, чтобы посмотреть, как там все идет. Там заканчивается вывоз мусора, по, так скажем, по бассейну. Я думаю, что, наверное, в течение месяца, двух максимум, мы можем выйти на начало стройки. Вот здесь, наверное, и отталкиваетесь от ситуации плюс три. Вот как только выйдем на стройку, плюс три. Но могу сказать, что пока ранее запланированная договоренность между Министерством обороны, Москвой и Роснефтью, пока соблюдается в сроках. Спасибо большое. Успех. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Владимир Вячеславович, опять к Вам вопрос. В данный момент в ЦСКА выведено из обращения четыре игровых номера. Водка Петисова, 17-й Харданова, 20-й Гаритика и 24-й Макарова. Есть ли в ближайших планах клуба у вековечных под сводами арены кого-то еще из православленных ветеранов? Не ест вопрос, но пока так скажу, заставили меня врасплох. Пока до такого у нас не дошло. Но, опять же, у нас для этого есть и советы ветеранов клуба, и есть наблюдательный совет. Есть сейчас, так скажем, первоочередные задачи. Нам нужно правильно увековечить память Виктора Васильевича Тихонова, у нас скорая круглая дата по, там, по-моему, сто лет, по ЦСКА, и пока вот на данный момент, чтобы мы кого-то выводили, немножко сложновато. Наверное, это будет сдача нового стадиона, и, наверное, уже на новом стадионе, может быть, приурочим какую-то такую интересную дату, потому что много очень заслуженных людей, это правда, и это интересный вопрос. Спасибо большое. Фантастические слухи уходят про размер премиальных за победу в Кубке Горгарина. Наверное, вам уже задавали этот вопрос, но вот хотелось бы все равно получить от вас информацию, насколько это все соответствует в Кубке Горгарина. могу сказать, что цифры, которые разлучивались в Кубке, это совершенно неприемлемые цифры, это полная ерунда. Вы знаете, когда команда играет в полу-финале, или в финале конференции, или в финале Кубка, все средства хороши, чтобы противнику сделать больно. Надеюсь, что этих злодеев найдут, и не получили свое победу. Но, что касается цифры, могу сказать честно и откровенно, что в ближайшее время мы планируем вместе с Сергеем Викторовичем попытаться организовать наблюдательный совет, на котором руководитель примет решение. Сейчас взять цифру с потолка, но не серьезно даже. Поэтому дождитесь буквально за 2-3 недели. Спасибо. А будут ли еще вопросы? У меня еще есть вопрос, если у кого нет, я могу еще раз. С тобой финальный. Шутение, мы Сергей Викторович не слушаем. Сезон был очень тяжелым и непростым. Особенно его начало. И существовал момент, когда вы сомнились в верности принятия решения о смене тренера, и судьба Сергея Викторовича висела на волоске. Усомнился кто? Усомнился. Вы попечительский совет, кто принимал решение, что смена тренера Никитина на Федора главы. Да? А где интересно? В какой статье? Нет, вы были у вас с Орлана. Просто. Потому что старт-то был такой, мягко говоря. Я думаю, где интересно? Нет, о чем вы говорите? Какие сомнения? Давайте представим, что такое наблюдательный хоккейный клуб, наблюдательный совет хоккейного клуба ССК. СССР где принимается такое решение. Здесь сидит Буре, Третьяк, Михайлов. И когда принимается такое взвешенное решение еще самим руководителем, никаких, во-первых, сомнений нет. Это раз. Во-вторых, есть четкая, понятная задача, которая облицовывается на сезон, выиграть Кубок. И все начинают скрупулезно работать в каждом своем направлении. Сомнений? Да никаких их не было. Я не могу быть. Ну, о чем вы говорите. Но это больше такой был сутильный. Да, это совершенно нормальный ответ вам. Какие сомнения? Если начинаются сомнения, то начинаются сразу пробоины. Тем более, в нашем клубе, которого все любят и уважают. Посмотрите, как нас все любят, как нас хорошо всегда пишут. И мотивируют. Да. И мотивируют совершенно. Никаких таких. Мотивируют даже больше, чем пишут. И нельзя пройти мимо Олимпиады, потому что это тоже важное событие сезона. Был финал, медаль, Сильбро. Сергей Федоров с нами был всегда в медзоне. Успокаивал даже журналистов. Над Зеней все время мы так хорошо общались. Какая была ваша роль? Сейчас, наверное, можно об этом спросить. Потому что вы тоже были в штабе, тоже, я так понимаю, принимали, помогали в каких-то решениях. Я так понимаю, они ездили в Пекин, наверное, по Зубу были все время. Как все это выстраивалось работу? Потому что, в итоге, это привело к финалу. До отъезда до отъезда мы тесно общались, до момента, когда ребята заехали в Новогорск, закрылись с точки зрения инфекции, где, кстати, огромное спасибо ФМВА, которая работала днем и ночью, для того, чтобы сбор уехала живая, здоровая. Мы общались все время с тренерским штабом, мы коллегиально все участвовали в формировании состава, и каждый из ребят из тренерского корпуса, и в моем, и в Валерии Канинского, имели право голоса, который давал характеристику каждому хоккеисту, который попадал, попал на сборы. Решающее слово при выборе состава было крайне у Алексея Режанова, поэтому в мою компетенцию входило мнение спортивное, которое касалось и формирования составов в том числе. А почему я не поехал в Китай? Потому что, ну, например, жених тоже не спрашивает, как в Китай попал Анисимов и, например, и Плотников, и, например, тренер по физподготовке Хасан. Хасан-то ни в чем спрашивает, но на самом деле команда улетела, значит, они уехали из Новогорска, где они потом были несколько дней, где они работали, где они тренировались. На этом моменте вот до сегодняшнего вопроса никто об этом не занимался и не спрашивал. Поэтому их нужно было здесь, с ними надо было работать, им надо было подоставить, им надо было поселить, покормить, оградить, для того, чтобы ребята могли дождаться положительного или отрицательного теста, скорее отрицательного, чтобы улететь в Китай. в Китай. вопросы, касающиеся прессы, они тоже были в моей компетенции. Поэтому вот этот блок забрал я. Нужен был остаться человек, который будет помогать штабу здесь, в Москве, при решении разного рода вопросов. потому что, ну, представляете, что только Олимпиада, Китай, в Амадемию, да, все ей такое пережило, что это же, ну, это же серьезная вещь. Поэтому в этом и заключалась моя функция. Потом я же был, как говорится, телевизионный болельщик, это же тоже очень важно, да, вид из телевизора, вид с трибуны и вид с видео при работе профессиональных людей, он тоже калибруется, сочетается, дает какую-то пищу для тренерского корпуса. Это тоже было моей компетенцией. Поэтому и было принято решение и телевизором, в том числе, и Алексеем, что я помогу им здесь. Получилось, что мы добрались до золота, мы добрались до серебра. Это сложная серебра, там можно как угодно о нем говорить, но оно выстраданное, заслуженное, такое давление на ребят, такое тяжелейшее сочетание в плане инфекции. Вы представляете, что ребята провели инфекцию два раза в день, и ночью приходят, в восемь утра приходит первый тест, можно тренироваться, нельзя тренироваться, человек остается, расстраивается, там тренера, тут цепочки идти, и другие. И очень много вещей было связано с определенными трудностями, которые пришлось нашим ребятам преодолевать, потому что им благодарят, они просто молодцы, что приняли серебрау. Кстати, наша сборная единственная, по-моему, была на турнире, ни одного положительного теста. Были сомнительные, но никто. Это большая работа, на самом деле. У меня два вопроса еще родились, я сегодня против. Мы знаем и понимаем, что на самом деле достойно уважение принципиальной позиции ЦСКА, то есть, если игрок, вы в эту работу не берете, в Толчинске наверняка, но если бы это возникло со стороны сборной, вас бы спросили, брать ли там сборную, это как-то мнение обменялось, или все равно принципиальное отношение к игрокам-предателям? Ну, это вопрос меня в качестве кого? Ну, вот когда вы в сборной, у вас там коллегиальное решение, если бы спросили, как спортивная составляющая, брать ли Толчинского? Давайте мы вот прямо сразу все приоритеты расставим, что все мы здесь находящиеся люди в клубе, вот и я, и Сергей, что касается национальной сборной, это святая национальная идея. Святая национальная идея. Все, что касается для сборной, мы отдадим, передадим, подготовим и сделаем кровь из носа. Это первое. Второе. Выбор каждого хоккеиста на моменте его выбора в сборную еще имеет коллегиальное решение. Ну, я имею в виду по Олимпиаде. Потому что кто-то был за Щипачева, кто-то был за Кузьменко, кто-то был за Андронова, кто-то был за Каюмова, кто-то был против. Уверяю вас. И голоса могли разделиться, но решение произошло на моменте тот человек, который был сподвинут назначением. Поэтому для сборной было бы сделано все, но решение было бы оправдано только теми людьми, кому это было доверено. Поэтому вполне возможно, что любой хоккеист мог бы быть и националист бы в любом. Потому что могут быть приоритеты клуба, что-то кто-то обиделся, кто-то оскорбился, кому-то не доплатили. Но сборная, это святое, туда попадают не за деньги. Это наша Родина. И последний вопрос. Тема такая очень сложная, если вы даже не будете ее комментировать, сразу скажите, потому что это понятно, да? Алексей Шевченко в Телеграме написал пост, который очень многих зацепил, как вы помогали спасать ребят, в которых хоккеисты наши попали в очень сложную ситуацию. Я даже не могу об этом рассказать, потому что не знаю подробности, можно ли об этом вообще говорить. Я знаю, что федерация предлагала свои силы, но если вы можете рассказать, как вы, помогли спасти ребят, это будет очень интересно. Вы знаете, мне бы хотелось здесь немножко поскромнее пройтись по этому вопросу, потому что я и пытался это сказать коротко и ясно еще вот в те моменты, когда это произошло. Герои-то там. Герои наши ребята там. Они там служат нашей Родине и выполняют военную задачу, которая была поручена нашим президентом. Это первое. Второе. Да, на моменте сложности, когда начались первые движения военной операции, на меня вышли люди и Алексей Шевченко, так сказать, тоже. Там не только он вышел, где попросили о помощи, касающейся доставки или сохранению жизни тех ребят, россиян, которые находились на Украине. Мне помогал один из сотрудников, так скажем, Федеральной службы безопасности, который имеет приоритетные моменты, связанные с военной разведкой, с нашими военнослужащими, где мы скооперировались с ним вместе и смогли скоординировать все эти моменты, скоординировать тех ребят, тех жен, тех детей, которые находились в этом моменте. и на этапе помощи, организовать приезд их сюда. Это было по определенному количеству людей, в районе 100 человек. У нас получилось. Но я еще раз говорю, что сказать, что это... Я считаю, что так должен был поступить любой российский гражданин, если бы у него была возможность. У меня такая возможность появилась. И слава Богу. Спасибо. Спасибо за последний вопрос. И завершаем эту информацию. Еще раз, Сергей Викторович, недели две назад во многих российских СМИ такая информация удивительная прошла, но все ссылки были на заокеанское издание, Атлетикс, что Детройт хочет видеть то Федорова, то другой раз Ларионова, как главного тренера команды. Это что? Было просто пожелание журналистов, умозрительное? Ну раз там у них успехи, наверное, и тут бы неплохо. Или действительно там клуб Red Wings выходил как-то на переговоры, там что-то и так далее. Простой комментарий. Еще два благотворных контракта с СССР. Я других предложений не рассматривал, не рассматривал. Ну а тем не менее, от них предложения какие-то были, в самом деле? Да, от него есть не было. Коллеги, все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо. Что там опять радумал? Все разорвал? Все, разорвал. Субтитры сделал DimaTorzok